Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад всех приветствовать на нашем новом выпуске. Сегодня мы поговорим о том, как завыкрывается текущая торговая неделя, что на рынке произошло и поговорим о, безусловно, той передышке на фондовом рынке, которая сейчас появилась. Ну а прежде мы начнем. Напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, оставляйте вопросы в комментариях. И напоминаю, что на следующей неделе в среду пройдет вебинар с Александром Элдером. Каждую последнюю среду месяца мы с вами встречаемся вместе с Александром и обсуждаем как раз те идеи, которые появляются, обсуждаем рынок и в целом ситуация, которая происходит. Ну а теперь давайте поговорим о том, что сейчас происходит на рынке. В целом мы видим отскок и по европейским индексам, и по американским. И в первую очередь тот негатив, который был, собственно, в начале недели, когда у нас началась коррекция, его удалось несколько снизить на фоне, во-первых, позитивных данных по рынку труда, которые были опубликованы, также присмотры повышения по оценкам ВВП, это, ну мы говорим про рынок США, и появилась информация о том, что банкам, ну американским банкам дадут возможность сделать байбеки и, соответственно, выплачивают дивиденды. Я напомню, что данная ситуация, она была введена в виде ограничительных мер для банков в связи с ростом рисков как раз поддержки капитала, чтобы банкам не давали выплачивать дивиденды из прибыли, чтобы они сохраняли эти деньги и, собственно, дальше уже могли их использовать, если в каких-то экстренных случаях. Вот, собственно, сейчас уже есть понимание того, что, ну, по крайней мере, это позитивная новость для банков, и в целом тоже для фондового рынка, безусловно, это позитив, о котором мы можем говорить сейчас, который может повлиять на рынок. То есть, в принципе, по заявлениям Федеральной резервной системы, которая ввела эти ограничения, банкам дадут возможность это делать уже начиная с 30 июня, и, соответственно, рынок тоже к этому готовится. Но, безусловно, пока тоже важно понимать, что негативные факторы, они тоже остаются. То есть, сейчас банки, ну, вот на фоне как раз этой новости банковский сектор у нас подрастает, поэтому эти бумаги, если они у вас есть в портфеле, то имеет смысл еще продолжать держать, по крайней мере, до, там, до лета, и как раз неплохой, неплохой рост в этом отношении банковский сектор может показать. Хотя динамика с начала года по нему тоже довольно-таки неплохая. Но, в целом, негатив, он пока на рынке тоже остается, и из-за негативных факторов, которые мы можем отметить, это, ну, безусловно, пока инфляция не спадает, да, то есть она, ну, продолжает расти. И, также, доходность облигаций, она продолжает расти. Ну, и ситуация вокруг коронавируса в ряде стран, то есть, ну, общая эпидемиологическая ситуация, она пока не вызывает, ну, какого-то позитива на рынке. И теперь давайте посмотрим, что у нас непосредственно происходит по ключевым инструментам. Начнем мы, как всегда, с евро-доллара. Ну, евро-доллар, да, то есть он тут, в принципе, то, что мы обсуждали ранее, тенденция нисходящая у нас продолжается. И, опять же, по данной валютной паре имеет смысл искать продажи, да, на текущий момент. То есть, я бы рассматривал продажи от 1.19, потому что предпосылки на то, чтобы снизиться до 1.16, до 1.15, ну, в такой среднесрочной перспективе, они у евро есть. То есть, ну, и, соответственно, нужно заходить непосредственно на коррекции, которые здесь будут. Британская валюта также переходит в фазу нисходящего движения. Мы на этой неделе смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были как раз в начале марта. Ну, я и говорю, что если это произойдет, то тогда уже вероятность как раз коррекции, она будет более серьезной. То есть, посмотрите, этот тренд, который у нас был там с сентября прошлого года, он фактически сейчас меняется. И к этому тоже нужно быть готовым. То есть, сейчас уже покупать по данному тренду становится более опасно. Конечно, сейчас с точки зрения часового таймфрейма мы видим отскок. Да, сегодня британская валюта торгуется выше, чем максимум, который был сформирован вчера. Но в данном случае здесь я, по крайней мере, для себя эту ситуацию констатирую как коррекцию. Вот по завершению данной коррекции я буду для себя искать возможность заходить как раз на шорт по данной валютной паре. И из области как раз 1.39, 1.3950 это будет максимально интересно сделать. Пара американский доллар, канадский доллар. Ну, здесь пока ничего не меняется. Пока здесь тренд нисходящий, устойчивый. И, в принципе, искать продажи в рамках данного тренда тоже имеет смысл. Мы неплохо подросли. И, собственно, по данной валютной паре тоже могут появиться неплохие сигналы на вход на продажу. Как раз в рамках основного тренда. Здесь я слежу за темой, сможет ли цена переписать. Ну, например, сегодня закрепиться ниже минимумов, которые были сформированы вчера, в четверг и в среду. И после этого здесь я в шорт, ну, по крайней мере, отложу на ордера. Да, если не будет какой-то ситуации именно по рынку, то здесь я тоже для себя буду рассматривать. Пара американский доллар и японская иена. Ну, опять, мы обновили локальный максимум. То есть, там, больше недели мы корректирулись. Там, в небольшом узком диапазоне, фактически за три дня весь всю эту коррекцию отыграли. Но не самые были интересные уровни для входа. То есть, опять же, я для себя вхожу. То есть, именно, когда есть какая-то более глубокая коррекция, чтобы ожидать как раз более сильный рост. Ну, вот, видимо, сейчас рывок на 109.70, как раз уровни мая 2020 года. Сейчас вот как раз туда мы идем и там можем видеть еще одну, как бы, волну снижения вот этих уровней. Тогда, возможно, коррекция будет более затяжной. Тогда будут более интересные точки для входа. Но сейчас пока эта валютная пара у меня на паузе. Австралиец. Вот по австралийцу здесь пока удерживается у нас область поддержки начала февраля. То есть, сейчас мы отскакиваем как раз от этого уровня. И мне он видится довольно-таки неплохим для того, чтобы как раз попробовать зайти еще раз. На тот случай, если у нас на фондовом рынке будет еще одна валяная коррекция. Не факт, конечно, что мы уйдем выше максимума, которые были у нас в феврале. Но вполне вероятно, что это тоже может произойти. Тем не менее, уровни довольно-таки неплохие. И здесь я сегодня открыл позицию по рынку. Ну, то есть, когда цена уже торговалась выше как раз максимума, которые были сформированы вчера. То есть, сигнал пробития. И поставил еще один отложенный ордер на случай, если будет еще одна небольшая коррекция. То есть, в рамках сегодняшней торговой сессии. То есть, чтобы донабрать позицию. Стоп у меня стоит за минимум четверга. То есть, ну вот в целом, мне видится тоже довольно-таки неплохая ситуация. Для того, чтобы попробовать как раз в этот момент попробовать зайти и посмотреть, будет ли вот это восходящее движение. Новозеландец, в отличие от австралийца, на этой неделе показал сильное снижение. Мы закрепились ниже области поддержки на уровне 70-90. Опять же, то, что я говорил, если цена пробивает этот уровень, то вероятность коррекции здесь как раз будет выше. Поэтому, за новозеландцем, в отличие от евро, я буду следить с точки зрения не входа на рост, а с точки зрения завершения как раз вот этого роста и входить на продажу. Пока ситуация здесь не видится таким образом после тех движений, которые мы видели на этой неделе. Золото. По золоту пока у нас сохраняется, ну общий тренд нисходящий, но в целом мы немного подрастаем. И с одной стороны, можно было искать продажи, но опять же, пока мне кажется, что золото может чуть еще сходить на область 1760, может быть на 1800. И вот оттуда его будет чуть более интересно как раз зашерстить. У золота подрастает на фоне как раз роста рисков, ну роста рисков относительно как раз рисковых активов, да, именно акций. И поэтому пока сейчас золото находится в восходящем, ну скажем так, среднесрочном тренде, который мы можем видеть там на четырехчасовом таймфрейме. Поэтому пока шарти здесь золота я не буду. DAX. То снижение, которое у нас было в начале недели, ее в принципе довольно-таки быстро откупили. И сейчас рынок тоже продолжает двигаться в рамках восходящего тренда. По S&P, ну к сожалению этого не произошло, ну не происходит так быстро, как хотелось бы. Я пробовал покупать S&P, то есть как я и говорил, то есть покупка у меня была открыта 23-го числа. Но к сожалению здесь сработал стоп-лосс, цена еще показала один минимум. То есть да, мы уже даже ушли ниже минимальные значения, которые были сформированы там в начале марта. И собственно пока здесь я остаюсь без позиций. То есть я позиции закрылся по стоп-лоссу. Но тем не менее, то есть сегодня мы опять обновили локальный максимум. И если будет еще одна волна коррекции как раз к тем уровням, где у меня стоит сейчас отложенный ордер, то в S&P я бы еще раз перезашел. То есть с точки зрения дневного таймфрейма эти уровни будут выглядеть чуть лучше, чем это было в начале этой недели. И в принципе потенциал для роста, ну по крайней мере там до области 4000 здесь все еще остается. Нефть немножко подрастает в рамках этой недели. То есть мы все-таки видим пока общая динамика у нас в рамках марта, она нисходящая. С точки зрения часового таймфрейма здесь у нас мы видели небольшую остановку. 24 марта подрастали, 25 марта упали. Ну вот такой боковик у нас здесь формируется. Опять же ситуацию в Советском канале тоже на это добавляет. Вот такой фактор. И собственно здесь конечно нефть может еще подрасти. Но там из своей нефтяной компании, которую я покупал, до Exxonobil спустя год я вышел. Зафиксировав порядка 65%, ну с дивидендами порядка 70% доходности за год. Поэтому здесь пока остаюсь на паузе. Возможно перезайду. Если нефть там упадет в район 40, 30, то с этих уровней я буду перезаходить как раз тоже в акции. Ну и по индексу Dow Jones. Собственно здесь как раз то движение, которое было нисходящее. То есть сейчас мы его как раз отрабатываем. То есть в принципе мы видели вчера падение. То есть до открытия американской сессии. Затем все это откупили. И в целом динамика у нас здесь идет позитивно. Скорее всего сегодня тоже фондовый рынок продолжит расти. Ну и NASDAQ тоже потихоньку восстанавливается. Вчера тоже была неплохая коррекция. Но с точки зрения того, как рынок себя повел. То есть мы обновили локальный минимум. Затем вернулись обратно. То скорее всего показывает, что как раз сейчас идет баланс продавцов и покупателей. В вчерашний день как раз это показывает. То есть силы пока равны. Но если сегодня покупатели будут более сильнее. Они могут быть уже начиная с сегодняшнего дня и продолжать на следующей неделе. То по NASDAQ мы тоже можем видеть рост. И соответственно по всему технологичному сектору. Вот так у нас заканчивается текущая торговая неделя. Была довольно-таки активной. Поэтому мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Продолжим смотреть, что на рынке происходит. Не забудьте поставить лайк к этому видео, если оно вам нравится. Вопросы как всегда в комментариях. Ну и увидимся на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok